Здравствуйте, дорогие козероги! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Советы на следующую неделю. Прогноз составлен по транзиту Луны, по вашему зодиакальному кругу, поэтому подойдет этот прогноз для всех солнечных козерогов и для тех, у кого асцендент в козероге. Давайте поскорее узнаем уже подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заранее прошу прощения, что на моем канале редко сейчас выпускаются прогнозы. Дело в том, что моя основная работа слишком много занимает времени, и у меня практически не остается свободного пространства во времени, чтобы записать видеопрогноз и сделать еще монтаж. Надеюсь, совсем скоро все изменится. Мы начинаем? Понедельник. Луна в знаке зодиака Телец в вашем пятом доме гороскопа. А этот дом отвечает за спортивные какие-то мероприятия и за то, чем вы занимаетесь в свое удовольствие. Поэтому в понедельник нужно сосредоточиться на хобби, на творчестве. Возможно, что-то нужно будет приобрести, купить. Потому что когда луна в Тельце, поднимаются вопросы, связанные с финансами. Может быть, спортивный инвентарь. Может быть, вы хотите что-то продать. Нашли там у себя в гардеробе какой-то спортивный костюм. Он вам уже не нужен. И вы решитесь все-таки с ним попрощаться. Либо что-то для хобби нужно будет купить. И в понедельник, возможно, ваши покупочки уже окажутся в корзине на каком-нибудь интернет-магазине. Затем пятый дом отвечает за удовольствие, за любовь, за отношения, за флирты, за радость. Поэтому если вы свободный козерог, то я вам советую в понедельник познакомиться с новым человеком. Не обязательно, что это будет роман, флирт или что-то такое вдохновляющее на подвиги. Но, возможно, хороший собеседник появится в вашем окружении. Поэтому дерзайте. Общайтесь больше, выходите из своей скорлупы. Ну и, помимо всего прочего, когда луна в тельце, мы сами хотим проявлять нежность, заботу, внимание к окружающим. Поэтому здесь, в пятом доме, когда находится луна, лучше проявить свои качества, вот эти такие мягкие и добрые, своим детям, потому что пятый дом отвечает еще и за них. Вторник и среда луна переходит в знак зодиака близнецы в ваш шестой дом гороскопа. А это время, чтобы обратить внимание на лечение и на свое здоровье. Если что-то хроническое проявляется сейчас, то незамедлительно нужно обращаться к специалистам, дорогие козероги. Не стоит это откладывать. Когда луна в близнецах, мы легче идем на контакт. Мы можем найти специалиста, который нам подходит. Если это психолог, вы найдете человека, профессионала в своем деле, который отзовется у вас по душевным каким-то качествам. И нужно будет постоянно менять лечащего врача. Либо какие-то анализы нужно будет сдать. И вы найдете время и место для того, чтобы наконец-то проверить свое здоровье. Это очень важно, дорогие козероги. Когда луна в близнецах, мы можем браться за все дела сразу. А шестой дом отвечает не только за здоровье, но и за домашних питомцев. И в том числе еще и за ремонт. Ремонтные какие-то работы. Поэтому здесь не нужно браться за все дела. Во вторник и в среду я прям вам советую, дорогие козероги, расставить все-таки приоритеты. Сначала идете вы и ваше здоровье, а потом уже питомцы и все, что связано с домом. Четверг и пятница. Луна переходит в знак зодиака рак в седьмой дом гороскопа. В дом партнерства, в дом брака, отношений вашего любимого человека. А когда луна в раке, проявляются наши эмоции, проявляются наши чувства. Мы хотим обнимашек, целовашек. Мы хотим, чтобы нас обнимали, целовали и для нас устраивали какой-то праздник. Чтобы на нас обратили внимание, посочувствовал нам любимый человек или сказал, все будет хорошо, мы справимся. Поэтому в эти два дня не бойтесь брать инициативу в свои руки или требовать от любимого человека внимания, поддержки. Вы ее обязательно найдете, если перестанете летать в иллюзиях и думать о том, что все вам должны по умолчанию должны вас понимать или знать, чего вы хотите, когда вы сами не говорите. Поэтому, козероги, проявляйте стойкость и одновременно откровенность со своим любимым человеком. Я думаю, что как раз в эти два дня вы сможете найти коннект с вашим партнером и, наконец-то, ваши отношения могут выйти на новый уровень. Либо вы сможете выговориться к человеку, любимому человеку о своих внутренних переживаниях. Вот в эти два дня луна в раке будет к этому призывать. Я за вас держу кулачки. Помимо этого, седьмой дом гороскопа отвечает за сотрудничество, за общение тет-а-тет. То есть, если вы сейчас в поиске работы назначите собеседование на эти два дня, вы сможете проявить свои лучшие качества. Когда луна в раке, романтическое настроение нас может одолевать, перепады одновременно, настроение тоже может нас одолевать. Ну и при всем этом полную вот эту вот, так сказать, кашу, еще добавляется ностальгия по старым местам, по своей жизни в прошлом, по воспоминаниям. Кто-то из козерогов будет листать старые фотографии в эти два дня. Или вы будете общаться со своими бывшими партнерами. Может быть и такое. Но в любом случае, я желаю вам провести эти два дня в объятиях любимого человека. Если его нет, то вперед из песни! Знакомьтесь, козероги! Луна вам поможет найти хорошего собеседника. Суббота, дорогие козероги! Луна переходит в знак Зодиака Лев в ваш восьмой дом гороскопа. Некоторые люди боятся этот дом гороскопа, потому что он привносит какие-то риски, какие-то события, которые могут нас изменить. И причем эти события от нас не зависят. Они вне контроля, нашего контроля. Они приходят в нашу жизнь, и мы, бывает, даже не знаем, как действовать. Поэтому, когда Луна во Льве, мы, с одной стороны, активны, а с другой стороны, мы немного переживаем за какие-то принятые решения. Поэтому в субботу я призываю вас, дорогие козероги, на себя слишком много не брать. Не брать на себя ответственность дополнительную, чтобы потом не попасть в просаг или не стать крайним в каких-то делах. Сохраняйте нейтралитет, если от вас требуют прямо здесь и прямо сейчас решения, скажите, что я подумаю. Дайте себе обязательно время. Восьмой дом гороскопа отвечает за долги, за кредиты. Ну и, помимо всего прочего, относится еще и к обещаниям, данные вами. Поэтому к вам могут обратиться люди, которым вы что-то там пообещали на неделе или в прошлом месяце, и потребовать от вас помощи. Так что здесь быть, пожалуйста, повнимательны, козероги. Ну и восьмой дом гороскопа отвечает еще за сексуальную сторону жизни. Возможно, романтический ужин пойдет вам только на пользу. Воскресенье, козероги. Новолуние. В этом же знаке зодиака. В восьмом доме гороскопа. Что хочется сказать? Новолуние – это замечательное время, чтобы сесть на диету, если вы планировали похудеть. Либо, наоборот, набрать мышечную массу. Вы планировали заняться спортом. Вперед из песни. Новолуние вас поддержит. Но самое главное – не переусердствовать, потому что все-таки оно будет в восьмом доме гороскопа, а это определенные риски. Если вы будете заниматься спортом или садиться на диету, обязательно консультируйтесь с врачами, чтобы не нанести себе вред, дорогие козероги. Затем, когда происходит новолуние, это момент новых идей. Это момент, когда мы можем открывать какие-то новые проекты, участвовать в каких-то мероприятиях, которые раньше нас обходили стороной. Поэтому, если вас кто-то позовет на какой-то проект, в какое-то интересное дело, и у вас появится желание действительно в нем участвовать, беритесь, хватайтесь. Не важно, что там что-то пойдет не так. Главное – участие. И здесь вы можете проявить действительно всю свою смекалку и все свои самые хорошие качества, потому что новолуние все-таки будет во льве, а это активность, это задорность, это прям уверенность в своих силах. Так что у вас все должно получиться, куда бы вас ни позвали. Но и одновременно с этим, конечно, новолуние может привнести некоторым козерогам и спад в энергии. То есть, как подъем, так и спад. Безусловно, это нужно смотреть на личную вашу натальную карту, чтобы понять, как транзит луны повлияет на вас. Но в общих чертах, если вдруг в воскресенье или два дня до или два дня после, вы почувствуете усталость, это нормально. Не стоит перебарывать себя и идти куда-то, если вы действительно чувствуете себя нехорошо. Ну и также хочу напомнить, что в новолунии не стоит доверять малознакомым людям. Вас могут обмануть. Поэтому слушайте, пожалуйста, себя, свой внутренний голос и делайте то, что он вам говорит. Дорогие, милые мои козероги, я желаю вам на следующей неделе крепкого здоровья, успехов в делах, в ваших начинаниях. Творите, любите, заряжайте себя оптимизмом и всех вокруг. Следующая неделя активная, так что проявите смекалку и направьте все свое внимание, все свое активность на дело, которым, которым вы заряжаете себя и всех вокруг. спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и писать комментарии, потому что благодаря им продвигается канал. И это, данное видео, могут увидеть больше козерогов. А это, на мой взгляд, здорово. Еще раз, козероги, удачки вам на следующей неделе. Все непременно получится. Главное, верить в себя. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok